Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и всех я поздравляю с обновлением 9.2 Вот оно вот буквально, наверное, минут 10 назад обновилось на моем устройстве, на моем компьютере И что хотелось бы с вами обсудить, конечно же, танки Е50М Почему именно его? Да потому что я очень много и практически, наверное, от каждого третьего слышал, что сейчас в этом обновлении Е50М будут нервить Но блин, это не так, пацаны И я попробую разобраться вместе с вами Смотрите, пацаны, что мы знаем Мы знаем, что схема бронирования в соответствии с новым визуальным качеством Ведь именно этот танчик перевели в PBR модельку То есть он стал красивым, более детализированным Вровня корпуса VLD и борт увеличена с 156 мм до 168 мм То есть раньше VLD была 156, сейчас 168 Как это будет на деле, я не знаю Но честно могу сказать, пацаны, когда ты видишь нижний бронелист Е50М, ты не будешь стрелять в VLD Но, возможно, где-то в каких-то рандомных случаях Возможно, от какого-то тяжика ты теперь будешь танковать Но нет, это точно Итак, борт Вот то, что борт, это круто Потому что раньше борт составлял 83 мм Сейчас 93 мм И уже, например, какие-то некалиброванные ПТ туда тебе не засандалит фугасом И, например, ромбовать будет легче Особенно играть от панцов Броня башни увеличена также Раньше было 262 мм, если я не ошибаюсь Сейчас 277 мм Я пролоб Пацаны, и это, вот это по-настоящему заметно Потому что я сейчас на Е50М не пробиваю на голде такой же Е50 в лоб Я сейчас говорю про башню Ну, по крайней мере, на расстоянии Вот, да, и в клинче у вас тоже не получится это сделать Потому что, ну, брони реально стало много То есть, смотрите, вот так выглядит Е50М В прицеле точно такого же Е50М на голде Да, пацаны, без калиброванных снарядов Но, тем не менее Кумысы, это не так-то уж и плохо И, посмотрите, лоб Абсолютно красный И, возможно, вы скажете, что нужно выцеливать в лючок Да и тут не все так однозначно Потому что он, посмотрите, он светится красненьким А вот тот самый ободок унитаза Который, я думал, что будет прошибаться Это просто как, типа, какого-то обвеса Борт увеличен с 84 лоб башни до 94 Поэтому, пацаны, сейчас Е50 это вообще самый, наверное, топовый топ Если мы будем с вами говорить про средние танки Да, все эти улучшения, все эти нововведения Они иногда абсолютно никоим образом Как не сказываются на рандомных боях Потому что там почему-то, блин, эти миллиметры не работают И, возможно, и танковать Е50М-то так не будет Ну, по крайней мере, как ждешь от него Итак, ну, давайте сейчас парочку боев Мы с вами посмотрим Понаблюдаем, покомментируем Сначала я вам покажу бой из обновления 9.1 А потом уже посмотрим, что этот танк может в 9.2 И вы уже наглядно увидите разницу Ну что, ребят, посмотрим на Е50М-монстр в обновлении Еще 9.1 И вот сейчас, я вот, поиграв на этом танке в 9.2 Насладившись новой моделькой Новой визуальной моделькой этого танка Сейчас, смотря назад, понимаю, что Ну, все-таки, наверное, слишком вычурным выглядел этот танк Ну, потому что он, ну, какой-то прям пестрый Пацаны, что мы с вами здесь прежде всего хотим посмотреть Мы хотим посмотреть Танкует Е50М лучше сейчас Либо же лучше было бы оставить его в обнове 9.1 Но, повторюсь, пацаны С орудием не делали ничего ББшки были заменены И еще, по-моему, в 9.0 Если я не ошибаюсь по этому параметру орудия Здесь ты, ну, как бы даже не смотри на это Вот, прога 65-й вместе с ТВП Я не знаю, почему они так опасливо действуют У них еще и Т-54 с левой стороны А, меня не пробивают Уже второй выстрел, боже Нас было двое Но, слава богу, сейчас подтягивается тяжик Кстати говоря, очень сильно Который помог мне Потому что он забирает хотя бы прогу Любые барабаны Особенно они, когда они играют вместе Это большая проблема Потому что тебя фокусят Тебя разбирают И до свидания Что касается брони Пацаны, увеличена броня бортов ВЛД и башни То также лоб и борта Повторюсь, все это будет работать Только в том случае Если ты правильно будешь пользоваться Если в тебя будут стрелять под прямым углом Тебя будут пробивать Не нужно гореть с того, что Е50М сделали хуже Пацаны, ее сделали лучше По всем параметрам Я не говорю про звуки выстрелов Это отдельная история Мы сейчас их еще послушаем Вот, но сам танк сделали реально круче И сейчас ты не пробьешь Такую же епись в лоб, пацаны Даже в упор Ну, если у тебя там калиброванных снарядов не стоит Несмотря на то, что у тебя кумыс Стала ли она красивее Но это вкусовщина И я на это даже внимания обращать не буду Потому что тут дело каждого Вот Стала квадратная маска Если раньше она была округленькая То сейчас она квадратная Я не могу сказать, что это на что-то повлияло Наверное, скорее нет Лючок Я очень сильно опасался То, что лючок будет проживаться Вот сейчас заострите внимание на лючке И видите, что он Ну, мягко говоря, пониже Да, сейчас поменьше Более сплюснутый И увидите, что сейчас стало на данный момент Не пробивается, пацаны Ну вот не пробивается и все По крайней мере Вот с такого же танка Я сужу по танку Насколько он стал пробиваться Либо нет На основании точно такой же Еписи То есть, если раньше я на Е50М Пробивал Е50М в лючок То сейчас у меня это сделать не получается Я говорю, естественно, про голду Вот Задевавшийся 704 Который почему-то Я опасался, пацаны Я ждал реально 10 секунд, чтобы отсветиться Потому что я опасался, что он будет сюда втыкать Но тяжики его отвлекли Ну, как бы 3 300-то вроде есть Но это не предел совершенства Не предел мечтания Но, пацаны, я показываю тот бой, чтобы просто Ну, вы посмотрели и сравнили наглядно В одном видео Что конкретно случилось с Еписи Мощность двигателя Такая же маневренность Такая же все В общем-то, то же самое 3627 Видимо, какой-то бландик, наверное, не посчиталось у нас Ну и на секундочку, пацаны Мы в топе списка Там парочку пацанов, конечно, нам помогло Шкода Т-50, там бабаха Ну что, народ, переходим к Е50М в обновлении 9.2 И вы самостоятельно наглядно увидите разницу Что было раньше, что случилось сейчас На самом деле, как мы уже об этом с вами говорили Сейчас ему дали больше брони и в бортах, и в ВЛД, и в башне, и в бортах башни И вроде как ты думаешь Блин, теперь, наверное, нужно качать Е50М С одной стороны, да, потому что она будет танковать лучше, да? Ну, по крайней мере, какие-то там рикошеты хотя бы будут случаться более часто Но, с другой стороны, ап брони никаким образом Ну, и в том числе перевод в PBR модельку Никаким образом не скажется на том, что вам нужно делать на этом танке в бою То есть его роль не поменялась Он как был средним, он таким и остался И в некоторых ситуациях вот это вот как бы Ну, вроде увеличение брони Для некоторых игроков станет каким-то таким, знаешь, индикатором Типа, о, я сейчас могу нагибать У меня же куча брони Все, на вот это тот самый момент Об новой 9.2, когда я буду ехать, блин, на направление тяжелых танков Но, пацаны, это, к сожалению, не так Борта по-прежнему пробиваются Сколько бы там миллиметров не было Они пробиваются под прямым углом Поэтому, как бы, даже не рассчитывайте Выстрелы Ну, как бы, давайте оставим за скобками Да, это не совсем приятные вещи И для меня выстрелы в 9.1 и ранее были поинтереснее Все, команда сыпется 140 забрали Объект 84 забрали Уже никого нету Е50М Просто посмотри, что вытворяет Он просто прошибает выстрел за выстрелом Ну, я так думаю, что показался борт Потому что, ну, либо же вот это вот Ну, да, наверное, вот этот вот скос башенки Потому что, когда ты отворачиваешь башню Ну, вот она имеет вот форму такого Форму ромба Вот И щеки-то пробиваются неплохо Пацаны, 762 хп остается 2-300 урона настрелянного Но это, вы понимаете, что Даже если куда-то уехать Вероятнее всего, вы проиграли бы Ну, по крайней мере, я проиграл бы Вот, поэтому я принимаю решение Ну, хотя бы какой-то урончик дать Камуфляж Отдельное внимание заслуживает камуфляж Потому что вот в этом исполнении Он мне нравится больше Он не такой клоунский То есть, он выглядит, блин, как будто бы реально В реальной жизни покрасили танк Вот таким вот необычным цветом То есть, он не попугайский Как, например, сейчас выглядит 4005 Я не думаю, что сейчас есть смысл досматривать этот бой Факт остается фактом Мы, к сожалению, слили Но танк... Вот стал ли он лучше танковать, пацаны? 420 на танкованного урона И в обычных рандомных боях Где у тебя вот команда так сливает Е50М не будет выживать лучше, чем раньше Дело в том, что Е50М Это до сих пор, на данный момент Средний танк И вам нужно об этом помнить Средний танк с огромным нижним бронелистом И с достаточно прямыми формами Вот, поэтому залетать будет нормально, пацаны Не нужно думать, что сейчас он стал танковать вообще все Вот, 3300 урона есть Команда абсолютно, которая не хочет играть 50-120 с 0 Объект 84 Я его даже, честно говоря, не увидел, где он там был Ну вот, и, пожалуйста, вот Е50 из команды противников С каким-то необычным знаком классности Что-то, по всей видимости, не дорисовали Ну, как-то двоечка выглядит странно Вот, поэтому, ребят, что хочется сказать Если мы с вами будем говорить Стоит ли качать Е50М или нет Конечно же я скажу да И сейчас, возможно, именно за счет того, что он будет играться Более круто от башни Я посоветую, даже, возможно, в качестве первой СТшки СТБ не могу посоветовать в качестве первой СТ Потому что для новичка, я имею в виду Потому что ветка тяжелая А так СТБ, в принципе, составит конкуренцию Наверное, даже Еписи Кстати, если это видео соберет, ну, давайте 3000 просмотров Следующее сравнение будет как раз-таки СТБ и Е50М в режиме реального времени Все, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца Поставили лайк и, конечно же, подписались Всем пока-пока